всем привет прошлые два ролика по лучшим странам для беженцам вызвали у многих большой интерес но многие зрители спрашивали и за другие страны для беженцев которые не входят топ лучше поэтому в этом видео вы узнаете все страны в которых предоставляют финансовую помощь беженцам а также за другие формы помощи за некоторые изменения в условиях и обстановки в этих странах информация основана на официальных источниках ссылки на которые будут в описании к этому видео а также на отзывах личных знакомых находящихся в этих странах и на отзывах людей которые пишут комментариях под прошлыми роликами по этой теме кстати обязательно посмотрите видео до конца потому что там вы узнаете за самую большую ошибку которые допускают многие беженцы еще попрошу вас зрителей об одном легком действие которое принесет большую пользу и помощь всем беженцам комментариях под этим видео я создам гемы по всем странам и если у вас есть опыт беженства в этих странах то напишите пожалуйста свой отзыв под конкретной страной именно этим вы окажете очень большую помощь абсолютно всем беженцам которые пострадали от войны в украине а теперь подписывайтесь на канал поделитесь ссылкой на это видео ваших соц сетях и давайте разбираться польша самая популярная страна куда выехала больше всего беженцев из украины есть много плюсов и некоторые минусы что касается финансовой помощи основная это единоразовая помощь 300 злотых на каждого беженца из украины евро это примерно 64 еще есть и другие программы всего их примерно 11 вы их видите сейчас на своих экранах ссылки на них найдете в описании к видео но программы рассчитаны не на всех и по отзывам беженцам кто-то говорит что получает кто-то что не получают ситуации разные и вы не забудьте написать свою в комментариях под видео по жилью есть вариант приема в семье либо в лагерях найти семью сейчас очень сложно а в лагерях тут уже как повезет условия разные касательно аренды жилья то говорят что у польши самые лояльные условия аренды по сравнению со всеми другими странами есть но из-за большого количества беженцев найти нормальное жилье не так и просто в целом польше изменения происходят часто и много по этой стране можно хоть каждый день выпускать новый ролик с различными изменениями так что обязательно пишите все обновления в комментариях под видео мальта принимает украинских беженцев но так как это островное государство площадь которого меньше даже самого города харькова то добраться сюда именно беженцев не всегда легко особенно вопросе цены и попасть сюда можно только при наличии биометрического паспорта финансовая помощь на одного взрослого 111 евро в неделю то есть 444 евро в месяц на одного ребенка 8 евро в неделю то есть 32 евро в месяц в целом уровень жизни и цен существенно отличается на мальте от украинских работу найти можно но если есть маленький ребенок то работать просто не получится из-за некоторых особенностей связанных с временем работы садиков и школ гуманитарное жилье всего один объект в котором все занято многих беженцев принимали мальтийцы у себя дома но это было первое время и понятно что все время так жить просто невозможно большинстве тут помогают во всем волонтеры и сами мальтийцы если ехать на мальту то нужно рассчитывать сразу только на аренду жилья иначе будете сидеть просто на улице под открытым небом португалия принимает украинских беженцам под статусом временной защиты сроком на один год ехать можно без биометрического паспорта но только наземным путем и при таком варианте дорога будет очень долгая финансовая помощь доход от социальной интеграции 189 евро на одного взрослого 132 евро на каждого последующего взрослого и 94 евро на каждого ребенка семейное пособие на детей и молодежь зависит от состава семьи годового дохода и возраста ребенка дородовое семейное пособие для беременных 149 евро ссылка на официальный сайт будет в описании к видео также еще встречается информация о стипенде на курсах португальского помощь на аренду и субсидии на питание но многие беженцы озвучивают суммы разные поэтому кто знает напишите это в комментариях по уровню жизни и ценам что-то дороже но кое-что и дешевле чем в украине многие из беженцев говорят что помощи приходится ждать очень долго а некоторые и вовсе не дождались и уехали в другие страны исландия принимает украинских беженцев под статусом временной защиты сроком на один год с возможностью продления до трех лет по состоянию на июль в страну прибыло всего 1379 украинских беженцев такое небольшое количество беженцев связано с рядом сложности в этой стране первое это цена дороги летом дешевых авиабилетов практически не найдешь а осенью когда снизится цены количество беженцев может увеличиться по финансовой помощи из отзывов на первое время на одного взрослого в неделю 8000 крон примерно 57 евро на пару в неделю 13000 крон примерно 92 евро на ребенка в неделю 5000 крон или 35 евро и на самом деле для уровня цен в исландии это как капля в море также есть информация о социальной помощи в размере от 150 тысяч до 348 тысяч крон в евро это примерно от 1075 до 2638 евро в месяц все зависит от муниципалитета и от того являетесь ли вы одиноким человеком или парой а также от того есть ли у вас договор аренды жилья ссылка на источник будет в описании к видео вторая сложность это очень высокий уровень жизни и цен особенно это касается аренды жилья с которым столкнется каждый беженец до уровень заработной платы тут тоже не низкий но работы в основном только тяжелые и особенно для женщин франция принимает украинских беженцев под статусом временной защиты до шести месяцев с возможностью продления до трех лет в зависимости от обстановки на украине въехать можно без биометрического паспорта финансовая помощь заявленная составляет 6 и 8 евро в сутки на 1 то есть месяц это примерно 204 евро если же эта семья из нескольких человек то остальные суммы вы видите сейчас на своих экранах таблицы это суммы если беженцы обеспечены социальным жильем если же кто-то не получил социальное жилье то таким лицам добавляют еще на каждого человека 7 и 4 евро в день но по отзывам большинства в основном все получают на карту на одного взрослого примерно 426 евро в месяц то есть полную сумму плюс если самостоятельно арендовать квартиру в недорогих городах то государство будет помогать с арендой и покрывать до 50 процентов стоимости аренды в целом уровень жизни и цен тут конечно выше чем в украине но по отзывам большинства беженцев условия от государства очень хорошие и много помощи от различных организаций и волонтеров есть небольшие бюрократические моменты но ничего критического дания принимает украинских беженцев под статусом временной защиты вид на жительство будет выдано сроком на два года с возможностью продления по финансовой помощи тут все запутано и многие беженцы называют очень разные суммы примерно в среднем интеграционная помощь людям до 30 лет до 6200 крон до налога но налог не маленький в общей сумме это примерно 42 процента то есть остается на руки 3596 крон но из этой суммы будут вычитывать примерно 2500 крон если кому над предоставить беженцу жилье в каждой коммуне по-разному если это взрослый и ребенок то сумма может быть до 9000 крон если это взрослые старше 30 лет то сумма может быть до 12000 крон в общем все зависит от коммуны куда ты попадешь и от прочих различных индивидуальных моментов несмотря на то что изначально выплаты кажутся большими в чистом виде что остается на руках для уровня жизни и цен в дании это совсем немного финляндия принимают украинцев под статусом временной защиты въехать можно без биометрического паспорта по финансовой помощи тут все зависит от некоторых условий если это просто один взрослый человек без семьи то сумма финансовой помощи составляет 323 евро но если в лагере для беженцев этот человек обеспечен питанием то тогда сумма существенно меньше и составляет 94 евро для других лиц и для детей цифры вы видите на своих экранах ссылка будет в описании к этому видео также беженцы получает обеспечение временным бесплатным жильем лагерях доступ к медицине для детей школы но естественно право на работу кто знает суть работы финляндии то чаще всего это фермы то есть сезона но можно найти работу в других сферах правда с этим уже тяжелее но кому нужно тот работу найдет по отзывам каких-то глобальных возмущений не встречал словакия въехать можно без биометрического загранпаспорта но хоть какой-то документ подтверждающий личность нужно иметь статус временной защиты предоставляется до 4 марта 2023 года по финансовой помощи это примерно 69 евро на одного взрослого в месяц а для различных составов семьи информация на ваших экранах до финансовая помощь небольшая но по отзывам страна удобная для проживания если беженцы собираются работать кстати есть еще помощь от оон размеры вы видите на экранах ссылка будет в описании но вот реальных отзывов о получении помощи вообще не встречал по уровню цен в некоторых моментах что-то приближенное к украинским в общем кто сейчас словакии напишите пожалуйста все детали в комментариях венгрии въехать можно без биометрического загранпаспорта финансовая помощь в месяц взрослым 22 1800 коррентов около 60 евро детям 13700 коррентов около 35 евро тут периода адаптации нет и понятно что с таким размером помощи на работу нужно выходить сразу то есть наверное логично рассматривать эту страну беженцам у которых есть работа на удаленке из хорошего много помогают волонтеры по уровню жизни и ценам по отзывам у кого есть работа то жить можно а вы не забудьте оставить свое мнение в соответствующем разделе в комментариях молдавия въехать можно без биометрического паспорта и даже с любыми документами которые позволяют идентифицировать личность дети могут пересекать границу со свидетельствами о рождении есть финансовая помощь от оон в размере 2200 молдавских лей на одного человека что составляет примерно 112 евро ссылку на программу найдете в описании к видео помимо помощи от государства многими вопросами занимались волонтеры несмотря на то что молдавия по уровню цен очень приближенная к украине многие беженцы поехали из страны дальше в европу румыния именно беженцы которые собираются подать на защиту могут въехать без биометрического паспорта финансовая помощь 568 лей на одного человека в месяц это примерно 110 евро эта помощь предоставляется один раз в месяц в течение трех месяцев ссылка на программу будет в описании к видео можно еще запросить помощь на детей но реальных отзывов по этой теме не слышал по уровню жизни цены тут выше чем в украине но не намного реальных отзывов последнее время мало так что если кто-то сейчас находится в румынии поделитесь пожалуйста актуальной информации в комментариях болгария есть четыре варианта статуса для украинцев но правильный это статус временной защиты финансовая помощь тут она единоразовая и составляет 375 болгарских лев это примерно 190 евро ссылка на источник тоже будет в описании к видео бесплатных отелей сейчас нет как было раньше да и за волонтерское жилье особо не слышно сейчас поэтому нужно быть готовым работать и снимать жилье но ходят слухи что после 31 августа могут возобновить помощь отелям на прием беженцев и обращаю ваше внимание что это только слухи и никак не связаны с официальными источниками литва принимает украинских беженцев сроком на один год с возможностью продления до 3 въехать без биометрического паспорта можно но только тем украинцам которые спасаются от войны по финансовой помощи тут их несколько и много нюансов индивидуального характера ссылка на официальный источник будет в описании переходите и во всем разберетесь по уровню жизни и ценам до отличается чем в украине но многие и до войны ездили из украины на заработки в литву так что жить и работать можно латвия ехать можно без биометрического паспорта и даже вообще без документов если украинцы прибывают без проездных документов личность лица будет установлена в сотрудничестве с компетентными органами украины финансовая помощь есть единоразовая 272 евро на взрослого и 190 евро на ребенка и ежемесячные пособие в размере 109 евро на первое лицо и 76 евро на каждого последующего человека в семье а также другая материальная поддержка или социальные услуги в соответствии с индивидуальными потребностями человека и несколько программ финансовой помощи связанные с жильем тут цифры и условий много поэтому ссылка на официальный сайт где указаны все нюансы и детали будет в описании к видео по уровню жизни и ценам больших отличий от литвы я не увидел кто в курсе напишите пожалуйста как обстановка сейчас в латвии комментариях под видео эстония принимает украинских беженцев под статусом временной защиты сроком на один год с возможностью продления если военное положение в украине продлится въехать можно без биометрического паспорта финансовая помощь на детей до 16 лет от 60 до 400 евро в месяц родительская компенсация на ребенка до полутора лет до 584 евро пособие для лиц с инвалидностью от 12 до 241 евро прожиточное пособие первому члену семьи 200 евро второму взрослому 160 евро детям 240 ссылки где указаны все нюансы по программам будут в описании к видео если хотите узнать все подробности от чего зависят суммы выплат кстати еще встречалась информация что выплачивается пособие по безработице в размере 292 евро если кто в курсе то напишите это в комментариях по уровне жизни и ценам тут все заметно отличается от цен в украине но если работать то жить можно а вы в комментариях не забудьте рассказать как вам живется в эстонии кибр принимает украинских беженцев под статусом временной защиты сроком на один год с возможностью продления в зависимости от ситуации в украине въехать можно без биометрического паспорта но такой вариант сложный в плане добраться до самого кипра финансовая помощь тут единоразовая на одного взрослого 340 евро на второго члена семьи старше 14 лет 170 евро на детей до 14 лет 100 евро плюс помощь беременным пакет основных необходимых предметов после родов коляска одежда памперсы и тому подобное на общую сумму до 1800 евро еще большой плюс бесплатным жильем которые предоставляли именно нуждающимся в некоторых отелях и даже с питанием но как все будет происходить будущем с отелями сложно сказать да и последнюю информацию по отелям я видел в июле месяце так что кто в курсе напишите ситуацию по отелям комментариях под видео по уровню жизни и ценам тут все выше от цен в украине и работа в основном сезонная поэтому есть логика спасения на кипре только тем у кого есть удаленная работа хорватия принимает украинских беженцев сроком до 4 марта 23 года с возможностью продления если причины для предоставления временной защиты будут актуальны и дальше финансовая помощь тут единоразовая 2500 кун для одинокого человека это примерно 323 евро до трех с половиной тысяч кун для семьи это примерно 465 евро ссылка на официальный источник будет в описании к видео по уровню жизни и ценам тут все выше от цен в украине поэтому нужно обязательно обращать внимание на возможность самостоятельного обеспечения италия принимает украинских беженцев под статусом временной защиты сроком на один год с возможностью продления в зависимости от ситуации в украине финансовая помощь на одного взрослого 300 евро в месяц на одного ребенка 150 евро в месяц программа рассчитана до трех месяцев ссылка на сайт будет в описании к видео целом италия красивая и интересная страна для туризма но по отзывам беженцев явно не стоит рассматривать потому что тут наверное самая большая бюрократия из всех стран финансовая помощь оформляется выплачивается очень долго а также высокие цены испания принимает украинских беженцев под статусом временной защиты сроком на один год с возможностью продления в зависимости от ситуации в украине по финансовой помощи тут все очень сложно и запутано официальной информации так и не нашел многие говорят что ее нет некоторые беженцы озвучили 50 евро на взрослого и 20 евро на детей на первом этапе некоторые говорят что только жилье и питание на следующем этапе выделят две суммы денег первая на оплату аренды жилья вторая на еду вещи и коммунальные услуги сумма неизвестная если кто в курсе то напишите все в комментариях по уровню жизни и ценам тут среднеевропейские некоторые из беженцев пока сезон по находили работу поэтому работают и живут но с окончанием сезона думает уезжать домой либо в другую страну австрия принимает украинцев под статусом временной защиты до одного года с возможностью продления для въезда желательно иметь биометрический паспорт по финансовой помощи все зависит от многих факторов жилья питания и тому подобного в среднем месяц это примерно 215 евро на одного взрослого и 100 евро на одного ребенка плюс дополнительная финансовая помощь которую вы видите на своих экранах ссылка на официальный сайт будет в описании по уровню жизни и ценам австрия ощутимо отличается от украины отзывы разные многие беженцы говорят что в основном все сходится с программой но адаптироваться нелегко чехия сверх популярная страна среди украинских беженцев касательно финансовой помощи беженцам выдают 5000 крон единоразовый месяц это примерно 205 евро единоразово эту помощь можно получить до 6 раз начиная с 7 месяца размер финансовой помощи будет ниже лицам старше 18 лет 4620 крон примерно 190 евро лицам до 18 лет 3320 крон примерно 136 евро по отзывам кто-то выкручивается и живет некоторые уже вернулись в украину кто-то старается продержаться пока есть финансовая помощь но тоже с возвратом в украину швейцария тут все особо без изменений принимают беженцев под статусом с до одного года с возможностью продления и обеспечивать всем необходимым финансовая помощь в размере 1573 франков месяц в евро это примерно 1619 евро на одного человека но это не на руки а кантону который принимает беженцев из этой суммы кантон несет различные расходы такие как предоставление жилья медстраховки и других в итоге на руки по отзывам попадает примерно 300 500 франков это все зависит от кантона куда попадет беженец самая большая сложность сейчас жильем свободного практически не найти но все равно никого на улице под открытым небом не бросают есть очень важный нюанс это касается беженцев которые уже получили статус временной защиты в других странах но хотят изменить страну на швейцарии статус с таким беженцам швейцария не даст ну и соответственно с помощью тоже самое хотя как говорят беженцы в этом правиле тоже есть исключение германия все также является лидером среди самых интересных стран помощи беженцам из украины есть некоторые бюрократические моменты но не смертельные по финансовой помощи до 449 евро в месяц на одного взрослого и если эта семья то размеры выплат вы видите сейчас на своих экранах также есть и многие другие варианты помощи это предоставление социального жилья но последнее время почти все занято зато есть финансирование арендного жилья но найти подходящую квартиру тоже нелегко плюс некоторые покрытия коммунальных платежей и единоразовая помощь на предметы домашнего быта а также медицина право на работу и тому подобное плюс минус условия могут отличаться по уровню жизни и ценам да все в основном выше чем в украине но по отзывам беженцев помощи хватает для адаптации нидерланды принимают украинских беженцев по программе временной защиты по финансовой помощи есть два варианта первый когда беженцы обеспечены социальным жильем то взрослые дети получают до 260 евро в месяц на человека но если беженцы проживают принимающей семье то ежемесячно получая дополнительную финансовую помощь в дополнение к пособию на проживание взрослые получают 215 евро в месяц а дети 55 евро но были случаи которые совсем отличаются от этих условий по уровню жизни и ценам ощутимо высокие но по отзывам беженцам на первое время помощи в основном хватает работу найти можно но вот когда придется снимать жилье то это будет очень сложно сделать из-за высоких цен и сложных условий бельгия принимает украинских беженцев под статусом временной защиты все по той же директиве с по финансовой помощи все зависит от разных факторов и условий но в целом максимальное денежное пособие это до 1480 евро на семью но если беженец из украины одинокий человек тогда насчитывает до 1600 евро самая большая сложность сейчас жильем свободного нет вообще снять очень сложно и пока нет жилья нет карты а соответственно и соц помощи тоже нет по уровню жизни и ценам до высокие но по отзывам беженцам работу найти можно в общем если ехать бельгию сейчас то беженцам до приезда нужно решить вопрос с проживанием швеция принимает украинских беженцев под статусом временной защиты въезд без биометрического загранпаспорта разрешен есть два варианта финансовой помощи первый вариант для беженцев которые обеспечены социальным жильем и питанием суточная финансовая помощь составляет 24 кроны в день для взрослого без сопровождения месяц это примерно 720 крон или всего около 70 евро если же это семья то остальные выплаты вы видите сейчас на своих экранах второй вариант для беженцев которые нашли себе жилье самостоятельно например у знакомых или арендуют суточная финансовая помощь составляет 71 крону в день для взрослого без сопровождения месяц это примерно 2130 крон или всего около 205 евро если же это семья то остальные выплаты вы видите сейчас на своих экранах но есть районы с социальными и экономическими проблемами там финансовая помощь не предоставляется вся информация имеется на сайте миграционной службы по ссылке в описании к этому видео по уровню жизни и ценам швеция очень существенно отличается от украины многим беженцам из украины было сложно тут адаптироваться и некоторые из них решили перебраться в более доступные страны грузия с августа уже не предоставляет бесплатное жилье но есть исключение для женщин и детей краткосрочное жилье они могут получить на первое время примерно до 10 дней есть финансовая помощь сроком на три месяца на семью в размере 300 лари или 103 евро в месяц а также обеспечение прожиточных условий на одного человека в размере 45 лари или 15 евро и плюс от а он совместно с world vision 235 лари или 85 евро на человека в месяц течение как минимум двух месяцев в целом всего этого недостаточно для адаптации до момента выхода на работу поэтому на помощь приходят волонтеры но беженцам нужно понимать что всем беженцам идеально помочь у волонтеров нет возможности норвегия принимает украинских беженцев по программе временной защиты сроком на один год с возможностью продления до 3 зависимости от обстановки в украине финансовая помощь по отзывам беженцев тут зависит от этапов первый этап отель или лагерь полного обеспечения выделяются минимальные средства в месяц около 400 крон или 40 евро второй этап получение своего жилья которые спонсирует коммуна но еще не начала интеграционной программы до 650 евро взрослый и ребенок до 350 евро третий этап интеграционная программа примерно 1400 евро когда беженец ходит на курсы как на работу и уже сам оплачивает это жилье и коммунальные по уровню жизни и ценам все дорого но по отзывам беженцев программы помощи для адаптации хватает и хоть первым беженцам было тут сложно и запутанно то сейчас все понятно и перспективно великобритания есть две программы первая для украинцев у которых есть родственники великобритании 2 найти спонсора но в обоих вариантах нужно будет открыть визу которая делается сейчас в максимально упрощенном режиме и дает право на пребывание до трех лет по этой программе спонсор обязан предоставить комнату либо отдельное жилье беженцам как минимум на 6 месяцев при этом спонсор получит выплату в размере 350 пунктов на каждого беженца а украинцы получат право на трудоустройство и медицинское обслуживание на три года по финансовой помощи есть единоразовая 200 фунтов и ежемесячная согласно union credit на одного взрослого которому больше двадцати пяти лет это триста двадцать четыре фунтов в евро это примерно 385 евро для других составов и возрастов выплаты вы видите на своих экранах также есть финансовая помощь на детей которая составляет ориентировочно 290 пунктов примерно 343 евро но зависит от условий которые вы видите на своих экранах а в описании будет ссылка на официальный источник где вы сможете разобраться более детально главные нюансы в спонсорской программе в том что последнее время очень долго приходится ждать пока найдется спонсор да и спонсоры бывают разные иногда попадаются добрейшие люди которые помимо всего стараются и сами помочь беженцам а иногда бывает и совсем противоположны и украинцам на месте приходится искать нового спонсора канада предоставляет возможность в ускоренном режиме получить право на проживание до трех лет а также трудоустройство и образование миграционная программа началась 17 марта и согласно этой программе украинцы могут бесплатно оформить визу получить статус временного резидента канады право на работу на бесплатное образование детей в учебных заведениях колледжах и университетах для получения защиты нужно просто подать электронную анкету и сдать биометрию в любом визовом центре канады весь процесс получения визы бесплатный но последнее время сроки увеличились финансовая помощь ежемесячного пособия нет но есть от правительства единоразовая 3000 канадских долларов на одного взрослого и 1500 на одного ребенка в евро это примерно 2300 евро на одного взрослого и 1150 евро на ребенка ссылка будет в описании в дополнение к этим выплатам есть еще и провинциальные тут уже суммы разные все зависит от конкретной провинции но эту финансовую помощь получить уже сложнее так как нужно доказать что вы в ней нуждаетесь например провинции британская колумбия есть помощь которая рассчитана на 6 месяцев 900 долларов на одного взрослого или 1700 долларов на семью ежемесячно и если есть кто-то с инвалидностью то выплаты могут быть больше самый большой минус это цена перелета тут уже украинцам понадобится на это не маленькая сумма которая есть не у каждого но есть один выход miles for migrants на этой платформе разыгрывается бесплатные билеты сейчас розыгрыш закрыт но есть инфо что следующий будет 15 августа по уровню жизни и ценам все зависит от провинции но как ни крути высокие с работой по отзывам уже прибывших найти не проблема целом эта программа которая больше выглядит как иммиграция для людей у которых есть деньги которые целенаправленно хотели попасть именно в канаду соединенные штаты америки единственная страна которая не совсем корректно в этом списке и так программа united for ukraine сильно разжевывать не буду но в двух словах украинцы могут получить гуманитарный пароль для въезда в сша если найдут себе спонсора спонсора может быть любой кто законно находится в штатах это могут быть родственники знакомые а у кого нет таких людей то сейчас появились различные сайты и даже в фейсбуке крутится реклама со спонсорами на спонсора ложится очень много обязанностей особенно финансовых и учитывая размер этих расходов думаю что в чем то есть подвох если это не родственники и не друзья как вы уже поняли то все обеспечение беженцев ложится на этих спонсоров то есть выплат никаких нет но пара отзывов которые я встретил комментариях меня сбивают с толку потому что они полностью противоречат программе особенно касательно выплат в размере 460 долларов ежемесячно кстати кого интересует сама программа то ссылка будет в описании особенность программы в том что беженцы могут работать но заявление на разрешение на работу нужно подавать отдельно и рассматривается это заявление от 6 до 18 месяцев в общем по программе конкретики нет и кейсом нет что будет и как будет все под большим вопросом если вы можете поделиться чем-то по этой программе то напишите в комментариях а если наберется тысячи вопросов комментариях по программе сша для беженцев из украины то для вас все это изучу упакую в реальный кейс и запишу видео с ответами на все вопросы а теперь о самой большой ошибки которую совершают многие беженцы это поиск ответов на свои вопросы на неофициальных источников например которые касаются индивидуальных случаев со здоровьем со сменой страны которая выдала статус временной защиты и других подобных вопросов правильные ответы есть только на официальных государственных сайтах все другие ресурсы в интернете без ссылки на официальный источник могут выйти очень большим боком да не всегда ответы есть на официальных сайтах тогда ответ можно будет получить только по факту но все же перед отправлением в любую страну рекомендую обязательно во всех чатах и группах связаться с волонтерами и людьми которые находятся там и выяснить обстановку на текущее время а не на то что вы смотрите в интернете что было вчера потому что изменения бывают часто и много и опять обращаю ваше внимание что какую бы страну вы не направлялись все программы и финансовая помощь рассчитана на временную поддержку и адаптации с перспективой выхода на работу и самостоятельного обеспечения себя то есть как только беженец выходит на работу то пособие прекращается либо пересчитывается это касается всех стран просто у каждой страны свои механизмы и отличия поэтому при выборе страны в первую очередь нужно обращать внимание не на размер пособия а на возможности работы размера заработка а также уровня жизни и цен в стране которую вы выбираете в этом ролике собраны максимально усредненные условия для беженцев потому что есть много случаев где условия все равно отличается очень существенно поэтому очень важно чтобы каждый кто смотрит это видео написал подробно в комментариях свою историю которой он оказался для того чтобы помочь новым беженцам которые только собираются выезжать из украины или переезжать из других стран разобраться во всех этих сложностях а также поделитесь этим видео в ваших соц сетях чтобы как можно больше людей узнали эту информацию на этом все подписывайтесь на канал до новых встреч пока пока пока